Лагерь имени Карбышева на один день стал настоящим центром спортивного притяжения. Здесь прошел 27-й по счету Олимпийский день. Праздник российского масштаба приуроченный ко дню основания Международного Олимпийского комитета, когда принято не только вспоминать о былых достижениях, но и пробовать себя в роли потенциального олимпийца. Более 350 ребят от 6 до 15 лет стали участниками грандиозного события, которое поддержали спортсмены с мировым именем. После открытия 9 команд моментально перешли от теории к практике и отправились путешествовать по станциям. Первое – регби. Небольшой инструктаж и ребята уже на поле. Выступать против своих сложно, признались они, но ради победы все – и мальчики, и девочки – выкладывались до последнего. Размявшись, команды ждали на станции технических видов спорта, где можно было порулить уникальным веломобилем. Из обломков разных велосипедов, автомобилей, картингов, деталей автобусов, водопроводных труб мы сделали веломобиль, который нам служит, вот уже, будем говорить, много-много лет. Олимпийский день учит главному – не сидеть дома и выбирать занятия спортом, а не компьютерные игры. Ведь занимаясь физкультурой, можно стать героем не только виртуальной реальности. На следующей площадке Дмитрий Лыков показал ребятам настоящее оружие и рассказал о важности правильных спортивных примеров. Ребятишки должны знать, ведь мы же для этого и занимаемся спортом, как спортсмены профессиональные. Для чего? Для того, чтобы они видели, на кого равняться. На следующей станции Тон задавали другие чемпионы. Хоть они и давали гири в руки, представить сполна, что такое гиревой спорт, можно было буквально с первых минут. Профессиональные спортсмены показали упражнения и элементы из реального тренировочного процесса. Сегодня такой день, который мог позволить и позволяет ребятам знакомиться со спортом в будущем, также заниматься спортом, что очень важно для нас, потому как кто-то, возможно, из этих детей в будущем может прийти и к нам в секции и стать членом сборной команды Омской области, России, мира. В спорте главное – боевой дух. Ничто не укрепляет его лучше, чем песня. На одной из станций участники работали в команде, напевая всем известные мелодии. Неподалеку расположилась станция бокса. Здесь можно было увидеть не только тренировку юных дарований, но и взять открытку с настоящим автографом двукратного олимпийского чемпиона Алексея Тищенко. И, наконец, последняя станция – интеллектуальная. Здесь ребят проверяли на знания олимпийской истории. И справились они на отлично. Они знают наших героев. Они знают не только омских спортсменов, но они следят за спортивными событиями. Причем даже знают тех героев, которые выступали еще во время Советского Союза, так скажем, очень давно. Поэтому, конечно, это очень важно. Им это очень интересно. И я хочу сказать, что даже, можно сказать, полезно знать. В финале Олимпийского дня спортсмены еще раз встретились с ребятами и ответили на все вопросы о первых шагах в карьере. А после гости праздника наградили участников за успешное прохождение всех станций. Памятные дипломы и банданы получили все девять команд, которые еще долго будут вспоминать, как они провели этот день в чемпионской кампании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова